Уринарная неврастения, друзья мои, или психосоматика урологических заболеваний. Это когда наши невротики полностью смещают весь свой ракурс внимания в сторону своего мочевого пузыря. Уролог или гинеколог успокаивают его или ее, говоря, что никаких инфекций, никаких патологий, никакой органической базы у этого нет. Иди, друг мой, к психотерапевту. Приходя к психотерапевту, пациент проходит психотерапию или в каких-то случаях назначают ему, например, антидепрессанты, хорошо справляются с этой ситуацией, и он радостно избавляется от всего этого. Понимаете, о чем речь идет? Давайте посмотрим, как именно это выглядит на деле, когда человек постоянно, например, хочет писать или непроизвольно писает в штаны, в штанишки, или, например, наоборот, напротив, не может пописать, а что особенно касаемо каких-то общественных мест. Давайте сейчас подробно разбираться, друзья. Подробно разбираться. Так, значит, мы все прекрасно понимаем, что на функцию мочеотделения очень большую роль играют психологические факторы. Правильно? Правильно. Соответственно, всякого рода стрессовая ситуация, длительная, допустим, или же, например, какой-то резкий стрессовый фактор, могут запустить проблему с мочевым пузырем. Что это у нас может быть? Вот то, как раз, с чего я и начинала. Когда человек постоянно хочет писать, да, и приходя в туалет, как будто бы каждый раз какая-то маленькая порция. То есть он забегает в этот туалет писнуть. Писнул, он прекрасно понимает, что сейчас просто писнет. Вот как при цистите, только нет никакой боли, он просто без конца хочет писать. И действительно, сенсорика очень сильно увеличивается, когда весь ракурс смещен в одну точку. То есть если вы будете излишне фокусироваться где-то, оно будет очень живым. Понимаете, в чем дело? Соответственно, здесь вот идет как порочный круг. То есть если вы не хотите, чтобы мочевой пузырь постоянно давал о себе знать, нужно сместить ракурс внимания в другую сторону. Потому что и в противном случае, если вы на нем будете фокусироваться, он без конца будет давать о себе знать. Итак, повышенная возбудимость мышечного аппарата мочевого пузыря. Человеку просто буквально не выйти из дома. И если, допустим, девочка, очень часто это у девочек бывает. Если девочка, допустим, сидит дома более или менее все куда бы ни шло, она может ходить пописать каждые, допустим, полчаса. Она еще как-то может себя контролировать. Но вот если, не дай бог, например, она начинает готовиться к экзаменам, то она с этого унитаза просто не слезает. То есть кто-то какается, а кто-то писается. Она с этого постоянного унитаза не слезает постоянные позывы пописать. Каждый раз, выходя на улицу, ей надо сходить в туалет, пописать на дорожку, что называется. Далее, доезжая до любого пункта, она обязательно прописывает сценарий в своей голове. Ага, там я смогу добежать до бензоколонки. До бензоколонки я могу добежать до этого кафе, от этого кафе до Макдональдса. Оттуда уже все, доберусь до своей, допустим, какой-то подруги. То есть излишняя фиксация, излишний страх, как порочный круг, провоцирует вот это вот состояние сбегать пописать по-маленькому. Сбегать пописать по-маленькому. Это очень-очень-очень мучительно, но сделать ничего человек не может. Все, он находится вот в этой, это вот как будто бы в обнимку ты с этим унитазом живешь. И вот непонятно, то ли памперс одевать, сейчас мы как раз к памперсу перейдем, то ли прокладку потолще покупать, то ли уже из дома никуда не выходить. И человек старается ничего не пить. Но это только, кстати, иногда хуже. От того, что ты ничего не пьешь, моча концентрированная очень становится. И еще сильнее разъедает мочевой пузырь, еще сильнее разъедает все вот эти стенки мочеполовой системы. Понимаете, как интересно? То есть вообще, если ничего не пить. Соответственно, это тоже не выход. Следующий момент, это у нас по поводу всего вот этого. То есть вот это изменение порога сенсорного восприятия центральной нервной системы. Вот настолько он чувствительный становится, этот мочевой пузырь. Следующий момент, атония мочевого пузыря. Обратная ситуация. Если в первом случае у нас были излишние спазмы, да, то в данном случае идет атония. Наоборот, человек, например, при стрессовой ситуации писает бесконтрольно. И ничего с этим сделать не может. То есть в течение дня, когда ему ничего не угрожает, все в порядке, но при любой какой-то мысли, которая его как-то тревожит, при любых словах, которые могут задевать очень эмоциональную сферу, из которой он излишний, да, чувствителен, он может помочиться в штаны. Все, он абсолютно, ни он, ни она не может сдержать вот эту струйку. Она такая автоматически псык и псыкнул. Вот тут на самом деле человеку приходится одевать прокладку или какие-то трусы вот эти. Фирма какая, я уже не помню, есть рядом, да, прокладки в отделении, и тут же вот эти трусы, значит, есть для лежачих больных. Ну, для лежачих больных там прямо целая памперсина такая. А тут вот именно для незначительного такого как бы недержания, это типа прокладочки просто с такими трусиками. Приходится одевать человеку. Ну, что делать? Нужно же куда-то ему идти, на совещание, на какие-то встречи с друзьями, по работе и так далее, да. Все. Понятное дело, что это напрямую имеет отношение к чему, да, потому что это исключительно психосматическое состояние. Но он же не ссыться, когда он дома сидит один. Не ссыться, с ним все в порядке, все хорошо. Это происходит исключительно на стрессе, да, такая атония. Следующий момент – усиленный диурез с вами. Значит, усиленный диурез – это такой большой объем этой мочи. То есть ее походы в туалет, они не беспочвены, что ли. Там действительно много этой мочи, как если бы она наелась арбуза, да. Со слов пациентки так это и звучит. То есть я просто не слезаю с туалета, с унитаза. И ссыться, и ссыться, и ссыться. Вот как корова ссу, понимаете, вот и смех, и грех, как в анекдоте, да. Кто там ссыт, как корова? Это я, мамочка. Писай, писай, доченька. То есть как корова. Человек и писает, и сыт, и сыт, и сыт. Тут вот даже не сказать слово писает, потому что он сыт. Этого много. Мочи выделяется очень много. Причем очень часто пациенты это отмечают на тахикардии. То есть растревожишься, разволнуешься, учащенное сердцебиение, и вся вегетатика начинает активнее работать, соответственно. Все, и в том числе и мочеотделение. Быстрее начинает разгоняться кровь, быстрее кровь пробегает по почкам. То есть все процессы ускоряются. И этой мочи становится очень много. И она садится, и действительно 10 литров мочи высывает из себя. Как будто съела три арбуза. И это вызывает, конечно же, ужасные побочные эффекты. Сразу же падает давление. Ну, представляете, потеря жидкости, сразу же падает давление. Головные боли дикие, естественно, если это падает давление. Жуткое головокружение может быть. То есть человек это ввергать может в итоге уже просто в какую-то депрессию. И тошнота, в принципе, может тоже подниматься от этого всего. И рвота тоже. Так, значит, это мы рассказали про усиленный диурез. Вы понимаете, да, такой очень большой объем выделяемой мочи. Следующий момент тоже. Вот одно из самых распространенных. Вот наряду с тем, когда гипервозбудимость мочевого пузыря. Есть еще вот такой момент, как спастическая такая задержка мочи. Или ее можно назвать еще мочевая застенчивость. Спастическая задержка мочи. Когда ты дико хочешь писать, но тебе не пописать. Не пописать. И это также напрямую коррелирует со стрессом. Чем больше ты в стрессе, тем сильнее тебе не пописать. Ну хорошо, если еще дома как-то можно расслабиться, включить какую-то музыку, полежать в теплой ванне, что-то такое себе там успокаивающее говорить. То в большинстве случаев, чаще всего это происходит у обычных нейротиков, не пописать в общественных местах. Это раз. То есть она вот, например, в театре на перерыве забежала в туалет. Помимо нее в этот туалет забежали еще другие люди. И она сидит в кабинке, запирается. И сидит там по полчаса в ожидании, когда из этого туалета все повыбегают. И только тогда она сможет пописать. При наличии других людей ей крайне трудно писать. То есть ей приходится тужиться, чтобы извлечь из себя хоть какие-то вот эти капельки мочи. Хоть какие-то. Также, например, приходя куда-то в гости. Ну как это так? Я зайду и пописываю. Нет. И вот эта моча носится целый день с собой до удобного момента, где там она может как-то уединиться и расслабиться. Я говорю про девочек часто это уединить. Ну и у мальчиков на самом деле все то же самое происходит. Очень вот такая большая проблема на самом деле. Это огромная проблема для невротиков, понимаете? То есть они вынуждены продумывать свой день, вынуждены продумывать свой рацион питания. Сколько они выпили, что они там выпили, страх что-то выпить. Потому что просто это же очень болезненно. Представляете, как может болеть живот, когда ты дико хочешь писать? Вот вспомните, например, когда вы хотели писать где-то в пробке, и вам не пописать. Вы стоите в пробке. Ну куда писать? В штаны? А если мужчина еще может достать какую-то там колбу и нассать в бутылку, то женщина это сделать не может. Соответственно, она сидит и мучается от жуткой рези, вот до рези уже вот такой, понимаете? Это может быть дикая, жуткая боль. До рези. В области низа живота, да? Потому что мочевой пузырь, ну в общем, уже ему тяжело не справляется со всем этим. И причем чем сильнее ты хочешь писать, тем сложнее тебе пописать. И это может быть так мучительно, что-то я вспомнила один случай в детстве, когда мы ехали все на машине. И я так стеснялась, я так боялась дяди Мишу и своего дядю, и что как это так, мы все сидим, я его попрошу о том, чтобы он остановился и чтобы я там пописала где-то на трассе. И я терпела, 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 терпела. И в итоге я ему сказала, останови, пожалуйста. Он остановил машину, я зашла за машиной, где-то это было там на какой-то трассе в лесу, за машиной, сидела там в кустах, и я не могла пописать. Я ничего не могла с этим сделать. То есть ты дико хочешь писать, и ты не можешь писать. Но тогда, на тот момент, это, видимо, как-то было на какой-то стрессовой ситуации, потому что это было, в принципе, вот в таком формате единожды ничего подобного. Я потом такого не помню, да. Но общественные места-то понятно, это обычное дело у всех невротиков, сложно писать. Я потом расскажу, как писать, чтобы было несложно. Это я расскажу, друзья мои. Дальше. Про спастическую задержку мочи мы все поняли с вами. Следующий момент. Уритральная ипохондрия. Это вообще отдельная песня. Когда человек не просто фиксирован на том, пописал он, не пописал, и как он пописал, а тут именно фиксация такая патологическая, именно ипохондрическая. Она, естественно, у него рассредоточена на все области его тела, понятное дело, но, однако, все-таки больше всего в своих органах малого таза. Значит, на чем он таком фиксирован? Ну вот, например, девочка может рассматривать мочу. Без конца сдавать ее на анализы. Без конца бегать по врачам, да? Она просто живет у этого нефролога, уролога, гинеколога. Ну, к урологам обычно дядьки ходят, к нефрологу, гинекологу она просто прописалась, и к невропатологу в том числе. И вот она писает, эту мочу нюхает, и на вкус пробует, и ее разглядывает. И выдавливает из себя эти капельки в зеркало, то она к писи подставляет, значит, и слизистую проверяет, на стеклышке смазывает, принюхивается. Нет ли там какой-то, не присоединилась ли какая-то там у нее инфекция ко всему, к этому, да? Значит, следующий момент, она постоянно прожимает живот. Нет ли там каких-то, значит, странных болей, режущих, колющих, ноющих, давящих, тянущих. Безусловно, это всегда есть. Постоянно как будто бы что-то колет, что-то жмет, что-то поддавливает, где-то что-то как будто лопнет, разорвется, и что-то развивается. Может быть, ощущение, что какая-то онкологическая там разрастается опухоль, неясные какие-то как будто бы уже в голове, там, не в голове, а в голове эти картинки, да, что там может быть какие-то полипы уже мешают, там как-то это все шевелится, и так далее. Вот тут уже что-то похоже на шизофрению, на самом деле. Но это не шизофрения, это у нас, конечно, уретральная апохондрия, но в любом случае, да, вот такие неприятные, тягостные ощущения. И получается, что вся жизнь апохондрика вот этого уретрального сводится к его, значит, к этой уретрии несчастной, да? Все сводится вот к этой письюречке. Так, ну что, это мы с вами все поняли, да? Это мы с вами все поняли. Значит, и из дома ипохондрик выйти боится, потому что, ну, мало ли что, где-то как-то и моча, и моча какая-то будет непонятная. Съесть, выпить что-то боится, и всего на свете боится, короче говоря. Ипохондрик, что одним словом ипохондрик. Так, значит, про немножечко два слова про причины. Какие у нас могут быть причины? Чаще всего, вот когда я начинаю работать с пациентами, это какие-то семьи, в которых или конфликтные бесконечные ситуации, папка пьяница и так далее, да? То есть в прямом смысле слова ссаться от страха можно было на протяжении многих-многих лет. То есть какие-то драки, алкашня какая-то, еще что-то такое. И вот это вот описывался от страха, да, что называется. Это вот этот первый момент, длительная стрессовая такая ситуация. Второй момент, это в принципе люди, отрицающие телесность, стабуированные с зоной секса вообще. То есть все женщины, они какие-то падшие, да? Ханжеское такое отношение к жизни, лицемерная такая немножко семья, чопорная такая, которая вообще ни писи, ни попа, ни сиси, ничего не существует, только какой-то интеллект. Значит, мы рожаем исключительно математиков, доктора математических наук, родители, сынок, вот такая вот вся, значит, интеллигенция. Все, никакой телесности у нас не существует. Вот в таких семьях такое часто бывает. А также бывают пристыженные дети. Или его вот он там драчил своим писуном, да, застали за этой детской мастурбацией, как-то его пристыдили. Описывался он где-то в детском саду. Нянечка его как-то пристыдила при детях, да, или кто-то там спустил с него трусы. Или, например, очень любили на самом деле советские воспитатели. Клянусь, вот кто столкнулся с этим, напишите обязательно в комментариях, чтобы не было ощущения того, что сейчас я сочиняю. Я не сочиняю, я рассказываю чистую правду. В Советском Союзе, я думаю, что, возможно, где-то в каких-то регионах до сих пор такое проделывается, очень любили нянечки и воспитательницы в виде наказания раздеть ребеночка догола. Обратите внимание. Этого ребеночка поставить голову или на стул, или на подоконник, чтобы тот, в свою очередь, стоял, краснел от стыда, и дети, чтобы на него смотрели и хихикали. То есть какое-то время, я не знаю, сколько он там должен простоять, но вот это педофилическое наказание, оно присутствовало на протяжении многих-многих лет. Вот зачем-то нужно было вот такое проделывать. И этих историй от моих клиентов очень-очень много, как такое вот они проделывали. Ну, то, что они за шиворот выливали кашу, это всем известно, я думаю, при вас, кто особенно года рождения ближе ко мне, они все прекрасно помнят, как могли и в суп тебе, если ты медленно ешь, навалить туда и каши, и если эту еду медленно ешь, тебе могли за шиворот ее вывалить. То есть сейчас, например, мамочкам, кто водит своих детей, это кажется дикостью какой-то. Но когда мы росли, это было нормой, что вот так, в принципе, можно бдсмить с детишками, и все прокатит, все отлично прокатит. Соответственно, соответственно, это все происходило, происходило. Я, кстати, помню один момент, как я, понимаете, я не знаю, я сейчас фантазирую это, потому что очень часто возникает ощущение, что это, что, может быть, это мне приснилось в каких-то моих странных детских эротических снах. Но из моих воспоминаний почему-то я помню, как я больную девочку, одну, с которой я дружила, поставила на парту и застала ее показывать письку. Заставляла ее показывать письку. Мне за это сейчас стыдно немножко. Немножко. Я вот не пойму, мне это приснилось или это было, понимаете? Потому что мне очень часто мама говорила, Вероника, а что ты сочиняешь? Этого не было. А, я там говорю, мам, так Ваня же умер. Мама мне, да бог с тобой, Ваня жив. Я говорю, ты что, мама? Мы вместе с тобой ходили на похороны к Ване, а на Ване жив. Понимаете? А в моей голове вот этот Ваня, он почему-то мертвый. Я очень хорошо, отчетливо помню, как мы сидели на похоронах. Это Ваня, там все плакали. А выяснится, что Ваня жив. Поэтому вполне вероятно, что эту девочку я не заставляла раздеваться и показывать свою рыжую письку, а чтобы просто это все приснилось в каких-то моих больных детских фантазиях, снах. Ну ладно, собственно, это не так важно, да? Это не так важно. Все мы с вами поняли, при какой ситуации может сформироваться данная невристения. Такая невристения, невристения. Дальше. Что мы будем делать? Давайте посмотрим. Лечение. Ну, во-первых, до психиатра мы успеем с вами дойти. Правда же? Успеем. А психиатр обычно прописывает, очень хорошо помогает в данном случае антидепрессанты. Все, они убирают вот эту излишнюю чувствительность какую-то идиотскую, да? Поднимают настроение, в принципе. Снимают эту тревогу последнего поколения антидепрессанты. Соответственно, часто очень назначают психиатр-антидепрессанты, невропатологи, да? И они быстро выравнивают ситуацию. Что еще? Мы вот этого не будем касаться. Туда вы, естественно, безусловно, успеете прийти к невропатологу-психиатру. Что касаемо психотерапии. Естественно, в идеале лучше начать все с психотерапии и поработать, во-первых, всякого рода странными и рациональными убеждениями. Это первый момент, да? В которых будет целый вагон. И непременно с ними надо поработать. Это первый момент. Второй момент. И с когнитивно-поведенческой психотерапией мы можем тренировать свой мочевой пузырь, если, в любом случае, будь то атония, будь то повышенная возбудимость, будь то, что бы там ни было, мы можем этот мочевой пузырь тренировать. Каким образом мы его можем тренировать? Ну, например, если это бесконечная подписывание, писнуть, 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 писнуть по 200 раз в день, писнуть, да? Пометить территорию везде. То есть здесь мы можем сказать своему мочевому пузырю, с которым мы непременно должны войти в контакт. Дружище, давай ты у меня сейчас еще потерпишь. Сначала ты потерпишь у меня вот столько-то там минут, к примеру. Давай мы с тобой потерпим 20 минут. Потом потихонечку доведем 25 минут. Потом 30 минут. За каждое потерпим, мы вешаем себе магнитик какой-нибудь, жетончик на холодильник, что ого, я молодец. Довела уже, там можно целый дневничок вести, довела это до вот такой-то цифры. Когда я накопила 10 жетончика, да, жетонная система по торндайку, я могу купить себе то-то, то-то. То есть я тренирую свой мочевой пузырь. Это первый момент. Второй момент. Ну, вы скажете, там есть фокус внимания все равно на мочевом пузыре. Есть, но он другой, этот фокус внимания. Он другой уже. Он направлен не на то, чтобы каким-то образом, например, это удержать. Это не на том, он направлен не на том, как ранее, например, не описаться бы, да, а на том удержать, удержать, удержать. Тренировка, тренировка. Это как я задерживаю дыхание, опускаюсь под воду и тренирую свою вот эту задержку дыхания. Да, здесь другой принцип совсем. Но вот это, значит, следующий момент, да. Второй момент. Обязательно релаксация по Джекобсену. Обязательно. Сейчас это релаксация по Джекобсену. Она есть везде, ее скачать можно где угодно. В интернете всем известная релаксация по Джекобсену. Когда постепенно сверху вниз, снизу вверх, вы напрягаете и расслабляете свои мышцы. Там щек, там носа, начиная там с лица, руки, шею, спину. Все-все-все-все подряд. Обязательно релаксация по Джекобсену. Следующий момент – это всякого рода дыхательные упражнения, йоги всякие разные, бани и так далее. Все то, где вы научитесь расслабляться. Потому что в данном случае это такого рода невротики, настолько спазмированные люди, и что у них даже руки вот такие бывают. Клещеобразные такие, значит, от напряжения. Вот это напряжение нужно научиться снимать. Значит, это всякого рода ароматерапия, расслабляющие ванны, релаксирующая музыка. Следующая – бейли-дэнс, танцы за живота, которые прекрасным образом прорабатывают все наши органы малого таза. Особенно для женщин это просто замечательно. Это очень полезно. Для всей этой репродуктивной функции в том числе. Вот эти бейли-дэнс – замечательно. Так, следующий момент, значит, что… А, значит, по поводу визуализации, медитации и так далее. Для того, чтобы убрать вот это излишнее внимание на мочевом пузыре, вы делаете несколько вещей. Вы или переключаете внимание на другие какие-то факторы, отвлекаетесь, так сказать. Ага, мне нужно успеть сделать 5-е, 20-е, 30-е. И так далее. Конкретные дела. Или вы всецело погружаетесь в мочевой пузырь и начинаете его максимально сканировать, визуализировать, рефлексировать и излишне вообще удерживать на нем внимание. Какого он цвета, размера, температура и так далее. Потому что вот это срединное, такое вечнофоновое подглядывание за мочевым пузырем – это все не то. Оно как раз зловредно и вредоносно. Это не то. Вы или отвлекаетесь, или наоборот, только на нем и фиксируетесь. Только на нем. Но фиксируясь на нем, вы максимально работаете с ним. А работаете путем описания. Вы всячески описываете этот орган, да, свой мочевой пузырь. Так, ну и следующий момент. Следите за своим питанием, потому что я, как еще раз сказала, всякого рода специи, различные солености, какие-либо там, например, алкогольные разные напитки – это все будет пощипывать, это все будет раздражать, да, ваши стеночки мочевого пузыря, все это и уретры. Это все будет драть и провоцировать, писать еще сильнее, всякого рода диуретики, особенно препараты, которые такого с таким мочегонным эффектом, тоже это учитывайте. Сами же таблетки, любые, в принципе, даже порой и витамины, они делают мочу более едкой, более такой щепучей. Поэтому тоже этот момент учитывайте, да. Так, но если вы оказались в гостях, вот сейчас элементарный такой маленький вам совет и рекомендация, если вы оказались где-то или в гостях, или пришли в общественный туалет и так далее, где вам никак не пописать, значит, посмотрите, что вам нужно сделать. Вот, например, вы пришли в грязный туалет, вы туда заходите, берете бумажечку, стульчак опускаете, потому что, ну, мало ли, это какой-то не супертуалет, этой бумажечкой стульчак протираете, кладете две бумажечки на этот стульчак, спокойненько попой туда садитесь, не надо пытаться стоять как-то там в непонятном позе орла или каких-то на корячках, на каких-то немыслимых, забираться с ногами в сапогах, не надо этого ужаса. Нормально расслабьтесь, сядьте, все обложите этой бумагой туалетной, если вы брезгуете, да. Хотя, когда делают вот эти мазочки, то стульчак, он самый чистый из всего в туалете, то есть двери, все эти стенки, они намного грязнее, то есть самая чистая зона в туалете это стульчак, имейте в виду это, даже если он обоссанный, неважно, он самый чистый. Короче говоря, вы на него садитесь, слушайте меня внимательно, дальше вы закрываете глаза, расслабляетесь, закрываете уши, да, и говорите себе пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс на маку а про себя олечка подписывала да попил наташенька писает писать писать ой молодец наташенька писает моя девочка писает как будто бы вы держите маленького ребенка до маленькую себя свою собственно малышку внутреннюю то держите ее за ножки у кого детки не знают о чем я сейчас говорю и в кустики куда-то отошли это все моя песечка подписывала молодец вот это вот этот спазм снимает у невротика в общественных местах татаро 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 вот все видите мне цирк 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 сегодня полный цирк ну что друзья мои все вас целую обнимаю подписывайтесь на мой youtube канал приходите пожалуйста ко мне на консультацию по skype подписывайтесь на мой инстаграм ссылочки все в описании заходите на мой сайт вероника степанова . ком